И вернемся к событиям в мире. Историческое событие в рекордно короткие сроки. Украина получила официальный статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Накануне большинство депутатов стран-сообщества проголосовало за соответствующее решение. Но пока европейское будущее Киеву не гарантировано, правительство должно выполнить ряд условий. Тему продолжит Вероника Боярова. Украина подала заявку о вступлении в Евросоюз в феврале. Спустя несколько дней после начала вооруженного конфликта с Россией. С тех пор процесс развивался с рекордной скоростью. Статус кандидата получили Украина и Молдова, что является важным этапом на пути от бывших советских республик к одному из самых развитых экономических блоков. Но прежде чем это свершится, Киев должен выполнить ряд условий. Это определяющий момент и очень хороший день для Европы. Все эти страны должны сделать домашние задания, прежде чем перейти к этапу, когда начнется процесс присоединения. Но я убеждена, что все они будут двигаться как можно быстрее и усерднее работать для реализации реформ, связанных с демократизацией. Владимир Зеленский назвал решение участников саммита победой и отметил будущее Украины в ЕС. Мы предоставили быстрые и качественные ответы на вопросы в анкете, которую получили от Еврокомиссии и добились желаемого. Сегодня я хочу лично подтвердить, что Украина способна стать полноправным членом Европейского Союза. Мы верим в Союз, хотя формально находимся вне него. Украинские и европейские флаги будут вместе. При этом окончательное вступление Украины в ЕС может наступить еще не скоро. На сегодняшний день статус кандидата в общей сложности имеют семь государств. Среди них Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция. Причем Анкара находится в режиме ожидания уже больше 20 лет. И мировые СМИ не исключают, что вступление Киева в Союз тоже может затянуться. Перспективы вступления в сообщество остаются туманными и у балканских стран. Ранее их лидеры выразили разочарование тем, что они все еще ждут своего часа в Европейском Союзе. Большинство из нас были согласны с одним простым фактом, что западные Балканы не забыты. К сожалению, они начали процесс присоединения в разное время. И по, скажем так, старым правилам, теперь им приходится адаптироваться к новой ситуации. Однако они не забыты. При этом Сербия, давний союзник России, отказывается согласовывать свою внешнюю политику с Европейским блоком. Заявки Северной Македонии и Албании продолжают блокировать Болгария. Еще один потенциальный кандидат – Косово. Но ее независимость все еще не признали пять стран ЕС. Впрочем, с Украиной все может получиться иначе. Непрекращающиеся боевые действия вынуждают Брюссель принимать быстрые и по-настоящему исторические решения. Вероника Боярова, Хабар, 24.